Несколько микрорайонов города Сарань сейчас на грани выживания. В некоторых квартирах температура опускается до 3 градусов тепла. Город отапливается 20-ю частными котельными, которые не справляются с 40-градусными морозами. А ведь еще три года назад в строй должны были ввести центральную котельную. Но из-за судебных тяжб теперь обещают не раньше, чем через три года. Как в таких условиях выживают люди? Дадим им слово и выслушаем их внимательно. Батареи наши холодные. За 13 тысяч, я думаю, ну, наверное, хоть какие-то они должны быть. Мы не живем нормально, как люди. Мы просто выживаем. Выживаем за свой счет. Вот маленький ребенок у меня, у нас сопли теперь по колено, потому что она не может сидеть в одной комнате. Ей все равно надо передвигаться. Шапочку она не дает одевать. Вот все, что можно, мы на себя надели. Старшие болеют, сопли, кашель. Ну, просто это, знаете, еще, как сказать, деньги расходятся плюс теперь на лекарства. Плюс от 15 тысяч мы платим за свет, потому что мы обогреваемся только за счет обогревателей. В этом году вообще ужасно. До 5-7 градусов в квартирах. Как можно в такой квартире жить? Угля здесь вообще ни грамма нету, один шлам. И то плохой. На уголь мы перейти не можем. Население не подтянет. Чтобы не было этих сбоев и было стабильное тепло, нужно пускать в новую котельную. Об этом вопрос ставится каждый год. У нас осенью, осенью был представитель от президента. Я ему объяснял, мне не даст соврать наш Аким города, Сарань. Я ему в глаза сказал, эту зиму Сарань кое-как перебьется. Кое-как. Я опять повторяюсь. Кое-как. На следующий год Сарань ждет кошмар. Это вопрос не ко мне. Это к уласти. Срок эксплуатации этих котельных давно истек. В настоящее время, вы же знаете, управлением принимаются меры. Именно по окончанию строительства нашей центральной котельной. Пока три года уже не ведутся работы. Где-то процентов 60-70 в законченном виде стоит. А в этом году вам не обещать или нужно будет это делать? Я как знаю, управление строительством сейчас судебные тяжбы прекращают. Уже на стадии завершения. И в планах есть. Я думаю, все-таки мы не останемся без центрального отопления.